Всем привет! Я Диана, и я очень боюсь заходить в свой Google Drive, ведь там столько неопубликованных материалов ждут своего часа. И вот я в один из сентябрьских дней решила скачать одну из папочек и смонтировать свой новый ролик. Я просто не могу вам не рассказать про еще одно классное место для путешествия в Испании, куда нас занесло год назад, в разгар летнего зноя. Мы приехали в регион Хаен, и это не просто очередное красивое место Испании, это родина лучшего оливкового масла в мире. И я приглашаю вас отправить вместе со мной в увлекательное путешествие по одному из ведущих производителей масла в мире. После просмотра этого ролика вы взглянете на масло по-другому, и, надеюсь, как и я, станете настоящими его ценителями. В Хаене оливковая плантация бесконечна. С обзорных площадок можно разглядеть весь масштаб. Все вплоть до горизонта усажено деревьями. И это вовсе не просто так. Только представьте, что в среднем один испанец потребляет от 12 до 15 литров оливкового масла в год. А ведь, учитывая, что с одного дерева можно получить около 60-90 кг оливок, а для производства, например, всего одного литра масла требуется около 10 кг оливок, то, безусловно, размах плантации тут весьма очевиден. На кадрах вы как раз видите, как же собирают оливки. Это очень тяжелый труд. Практически для большинства видов оливковых деревьев сбор осуществляется вручную и требует много усилий. То время, когда мы живем тут, в Испании, я вообще очень сильно полюбила оливковое масло. И одна из целей, почему вообще решили тоже сюда приехать на экскурсию, я хочу немного начать в нем разбираться. И наш выбор пал на компанию Oro Bailen, потому что именно этот бренд мы заказываем почти каждый год. Еще компания Oro Bailen – одна из самых известных и уважаемых производителей масла в регионе. Их масла получают высокие награды, например, получение звезды Мишлен. А еще они поставляют масла королевской семье Испании. Их масла – это знаете как Rolls-Royce среди масел. Они используют традиционные современные методы для производства, а их экскурсии дают возможность окунуться в процесс создания жидкого золота. Так что у нас еще включен и тестинг. Мы будем пробовать разные масла, чтобы получше в них разбираться. Тур по производству получился очень увлекательным. Середина августа – это не особо популярное место для поезда вглубь Испании. Поэтому мы были вдвоем. Экскурсия на двоих нам стоила около 30 евро. И включала поход на завод, где нам показали все этапы производства. А далее был дегустационный тур. Он тоже был включен в основной билет. Нас научили правильно пробовать масла. И улавливать, знаете, такие тонкие вкусы артишока или зеленого томата. Честно, это непросто. Но попробовать точно интересно. Мы тестировали 5 разных сортов масла. Каждый из которых действительно отличался по вкусу. Хоть и вкусы этого условного артишока было распознать сложно. Но вот как они по-разному раскрываются, нас действительно впечатлило. Если вдруг у вас на полке стоит оливковое масло, то его можно протестировать. Для этого есть методика. Прежде чем попробовать оливковое масло, его нужно немного согреть в руках, чтобы раскрыть аромат. И когда попробуете, пропустите, знаете, немного кислорода через масло во рту. Это поможет полностью ощутить его вкус и текстуру. А дальше нужно медленно глотать. Качественное масло постепенно раскрывается. И оно должно обжигать и проявлять горькость. При выборе оливкового масла обратите внимание на сорт оливок. Каждый из них предназначен для разных целей. В описании я напишу об этом подробнее, вдруг вас тоже заинтересует. Выбирайте фильтрованное масло. Фильтрация – это один из самых финансово затратных процессов на производстве. А вот цвет масла не так важен, как многие думают. Именно поэтому профессиональные тестировщики используют синие бокалы, чтобы не отвлекаться на цвет. Хранить масло рекомендуется при температуре от 18 до 22 градусов. Никогда не оставляйте масло на подоконнике. Солнечный свет может испортить его вкус и полезные свойства. То же самое касается и холода. Теперь вы знаете основные моменты в производстве оливкового масла. Но если вдруг у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. Но все же, подытожив, почему все-таки масло из Хаена одно из самых лучших. Тут все дело в климате, почве и многолетних традициях. Климат Хаена идеально подходит для выращивания оливок. Теплое, точнее обжигающее солнце, малое количество осадков и особенные сорта оливковых деревьев. А вот после следующей информации любители Италии начнут писать мне злобные комментарии. Но я все же скажу. Итальянцы тоже выращивают свои оливки в Хаене. И лишь потом для отжима везут их в Италию. Еще дополнение, что масло здесь производят холодным способом. Что же это значит? А все просто. Оливки не подвергаются нагреву, сохраняя все полезные вещества и вкус. Поэтому при покупке обращайте внимание, чтобы масло было именно холодного отжима. Закончилась наша экскурсия на завод. Нам в целом все очень понравилось. Было удобно, чтобы мы были только вдвоем и смогли задавать любые интересующие вопросы. Мы решили купить коллекцию из четырех бутылочек масла. И те масла, которые как раз мы пробовали и на экскурсии. Будем угощать друзей и рассказывать, спрашивать их мнение по поводу масла. Сейчас мы уже приехали в Хаен. Это тоже небольшой город. Здесь в Андауси забрались вот на такой замок. Ну как забрались, доехали на машине. Потому что у нас очень-очень тут жарко. 45 градусов. И пропустить Хаен никак нельзя. Сейчас я покажу несколько таких кадров. Здесь в Хаене, как я уже говорила ранее, это место, где выращивают очень много оливок. И поэтому, как вы видите, вот эти все просторы сзади меня, это все оливковые деревья. А мы поехали дальше исследовать этот район Хаен. Смотреть на города, деревни и пробовать местную кухню. Говорят, здесь она очень вкусная. Сзади меня находится знаменитый собор Хаена. Сейчас я его покажу поближе. И рядом с ним вот такая вот большая площадь. И сейчас я повернусь во все стороны. И пустые улицы. Это очень хорошо описывает, что сейчас у нас время в районе 5.30. И это время сиесты. И во время сиесты на улицах практически нет никого. А дальше по плану была Косорла. Видео оттуда уже есть на моем канале. Посмотрите его обязательно. Там мы нашли очень красивый хайк маршрут. И только лишь ради него я бы с удовольствием хотела вернуться обратно в Испанию. Мы заселились в Косорле, вот в такой отель. Мне кажется, что он выглядит прям-то хорошо, чисто, уютно, свежо. Стульчик, здесь вот такой вот балкон. И мне очень понравился вот этот шкаф. Деревьян, вот такой очень красивый. Такая вот ванная комната. О, тут тоже небольшая ванна есть. Класс. Такой-то уютный номерочек. А дальше все по стандарту. Мы гуляли по ночной Косорле. И, как сейчас, помню, как долго искали ресторан для ужина. Ведь какая Испания без вкуснейшей еды. И самое главное, мы мысленно прощались с Испанией. Ведь это была наша финальная поездка перед переездом в Нидерланды. И сейчас, сидя, монтируя это видео в этой дождливой цветочной стороне, я с большой радостью вспоминаю наши невероятные испанские путешествия. Классное время было. Если вдруг вы приехали сюда, в Испанию, и тоже хотите узнать больше про оливки, как они выращиваются, попробовать разные сорта, то обязательно возьмите подобную экскурсию. Вам точно понравится. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Увидимся в моих следующих роликах. До скорых встреч. Пока!